речь у нас с вами сегодня должна пойти о личном кабинете партнера компании skyway capital ну в этом ключе и будем двигаться вот если среди вас те кто в личном кабинете совсем скажем так себя плохо чувствовать до конца не разобрался и хотел бы может быть что-то конкретное увидеть и посмотреть вот если да не стесняйтесь пишите прямо здесь чате с этого и начнем для того чтобы показать как выглядит личный кабинет я сейчас поделюсь с вами экраном дайте мне потом обратную связь в чате опять же да будет ли вам видно мой рабочий стол а я постепенно буду перед переходить в кабинет партнера skyway капитал программа грузится немножко я так понял что в принципе в целом тем кто находится по крайней мере сейчас у нас комнате в личном кабинете каких-то трудностей не возникает да ну может тогда мне самому просто напросто взять и обратить внимание на наиболее важные моменты скажите есть до трансляция рабочего стола есть отлично итак друзья чтобы зайти в личный кабинет партнера компании skyway капитал я думаю в принципе все вы знаете какую операцию нужно проделать на странице входа в личный кабинет нужно ввести свой электронный адрес который является логином одновременно и пароль который вы придумывали при регистрации вот и как только вы это все сделать его пойдете на главную страницу кабинета у нового человека который только зарегистрировался да там возникнет путь немножко длиннее ему нужно будет подтвердить на своем электронном почтовом ящике то что именно он зарегистрировался и после этого у него появится возможность войти в личный кабинет когда он сюда попадает у него везде нули у него скажем так информация основная сейчас скажем так еще обновлена единственно что у него будет это на этот баннер который вращается до на премиальном счете здесь будет 100 подарочных акций которые в принципе человек сразу может оформить как то потом мы с вами рассмотрим у нас увидите на главной странице есть четыре вращающихся баннера первый показывает состояние ваших счетов у человека только что зарегистрировались как я сказал везде нули за исключением премиального счета где 100 акций если вы уже скажем так развиваете бизнес если вы давали свои реферальные ссылки как стать это сделать мы тоже с вами посмотрим то у вас здесь может быть какие-то цифры да то есть если кто-то по вашей ссылке зарегистрировался купил по партнерской программе у нас идет начисление например на бонус на национный счет и там появляются какие-то цифры с которыми в дальнейшем вы можете работать если мы подведем мышку к этому баннеру он развернется есть возможность сразу перейти в раздел банкинга пополнить счет основной до чтобы потом приобрести какие-либо пакеты акций вот посмотреть транзакции да но если человек только зарегистрироваться не в разделе транзакции 0 потому что в этом разделе отражается все движение денежных средств вашем личном кабинете но соответственно если человек только зарегистрировался на вывод смысла нажимать нет потому что вывести будет нечего но если вы строите партнерскую структуру если вы зарабатываете здесь деньги вы можете зайти в раздел вывод и скажем так заказать вывод денежных средств в том размере в котором вам необходимо если на бонусном счете у вас есть какие-то денежные средства сразу хочу сказать вывод денежных средств возможен только с бонусного счета если вы пополните основной счет и захотите деньги и вывести это будет уже сделать нельзя. Далее справа баннер, который тоже вращается, и когда он разворачивается, идет информация, что реферальные ссылки находятся в разделе инструмента партнера. Здесь ваши фамилии, имя, ваши квалификации по партнерской программе и процент выполнения следующей квалификации по партнерской программе. Далее внизу информация по, скажем так, вашей партнерской структуре. Это количество привлеченных вами в первом поколении партнеров и денежных средств. За все время сотрудничества с компанией. И с правой стороны у вас информация по тому количеству акций, которые вы приобрели, которые оформлены. Если у вас есть рассрочка, и вы ее сейчас оплачиваете, здесь написана будет цифра, какое количество акций, какое количество тысяч акций за вами забронировано, если вы приобретаете пакет акций в рассрочку. Далее идет две круговые диаграммы. Опять же, привлечение денежных средств, которое было в первом поколении, количество партнеров. Процентное выполнение, скажем так, следующей квалификации по партнерской программе. Привлечение личных инвестиций. То есть, сколько у партнеров лично выполнили следующую квалификацию. И сколько привлечено участников с личной инвестицией. Например, более 100. Почему это важно? Потому что, чтобы подняться, например, на вторую ступеньку карьеры, таких людей должно быть два. Минимум. Здесь вы видите, есть перебор. То есть, уже, скажем так, эта работа проделана. Дальше внизу есть информация по последнему движению денежных средств. Непосредственно в вашем первом поколении. Последние пять начисления денег на ваш бонусный акционный счет. Это главная страница нашего кабинета. На что хотел бы обратить внимание еще. У нас есть возможность позвонить сайту непосредственно в отдел информационной поддержки в Москве. Вот кнопка. Это удобно, потому что неважно, в какой стране вы находитесь. Если вы в интернет зашли в личный кабинет, то вам не нужно будет тратить денег для того, чтобы дозвониться к специалистам нашего отдела информационной поддержки. Дальше. Буквально не так давно у нас видоизменился немножко, скажем так, вид личного кабинета. И здесь, в правом углу, вы видите, написано у меня русский язык. Если мы нажмем на, скажем так, треугольник, на значок, выпадает панель. То есть, сейчас у нас информация в личном кабинете, не все разделы, но большинство из них предоставляется на четырех языках. И, насколько я знаю, сейчас дорабатывается еще и французский язык. То есть, есть русский, английский, немецкий, литовский и французский. Дальше должен появиться венгерский и словацкий, но как только это произойдет, вы это увидите. И страницы сайта точно так же будут переведены на эти языки. Рядом есть тоже выпадающая панель. Вы можете здесь зайти в профиль, либо в перечень документов ознакомительных, где есть информация о технологии, где есть информация, скажем так, буклеты, касаемые технологий, разработанные у Ницким. Есть целый ряд документов важных, которые, скажем так, были подписаны для деятельности группы компании Skyway, компании Skyway Capital в частности. Но мы с вами заглянем потом этот раздел. Зайти, кстати, в раздел профилей и документов вы можете здесь. Вот рядом с фотографией, где написано ваша фамилия, имя и выпадающая панель. Либо слева, вот мы тоже подводим к меню личного кабинета, раздел профиль, персональные данные. То есть, когда вы оформили себе личный кабинет, вы можете сразу зайти в персональные данные. Вам надо будет подтвердить здесь, скажем так, телефон, идентифицировать. Он будет красного цвета, будет кнопка подтвердить. Вы нажимаете ее, вам приходит смс на ваш телефон, который вы указали в международном формате. Ну, для России это плюс 7 и так далее. Для других стран, соответственно, код международной вашей страны и номер телефона. Дальше. В разделе профиль вы видите, скажем так, время входа и даты в личный кабинет последний. С левой стороны информация о вашем наставнике. Фамилия, имя, скайп, телефон, электронный адрес. Это важно для людей, которые зарегистрировались по чьей-либо реферальной ссылке из интернета, например. Им нужна помощь, чтобы разобраться в информации. Соответственно, у вас есть данные наставника, вы можете найти его в скайпе по логину, который здесь указан. Вы можете позвонить ему на мобильный телефон, если это телефон вашего региона. И он не потребует, скажем так, больших трат денежных средств на вашем мобильном телефоне. Либо вы можете написать, в конце концов, на электронный адрес этому человеку. Далее вы можете в профиле внести информацию о себе. У нас здесь есть, видите, профили соцсетей, контакты, одноклассники, фейсбук, твиттер. Вы можете добавить еще дополнительный контакт и вписать, скажем так, ссылки в своей соцсети, в которой вы находитесь. Можете вписать сюда логин скайп. Если вы все это сделаете, важно потом нажать кнопку «Сохранить», чтобы извинения были сохранены. Далее. При регистрации мы указываем только имя, фамилию. Вы можете здесь писать отчество, вы можете здесь писать адрес. Вы видите, да, нет звездочки. Это значит информация необязательная, но для вашего удобства вы можете все это сделать. Дата рождения вплоть до номера удостоверения личности, либо паспорта, который у вас есть. Я сюда не писал, потому что я данные своего паспорта помню наизусть. А нам, скажем так, для того, чтобы подписывать договор о приобретении пакетов акций компании Skyway Capital, потом эти данные понадобятся. Мы, как правило, вписываем, и понадобятся сканы этих документов. Это раздел профиля. Раздел документы, раз уж мы в него, скажем так, зашли сразу, выглядит следующим образом. Вы видите, да, здесь есть возможность ознакомиться с документами и скачать на свой компьютер на русском, на английском языке. То есть, и 15 этапов развития группы компании Skyway с 2014 по 2017 год, описание маркетинга, слайды маркетинга вы можете скачать, клиентский договор, далее буклеты, финансирование экотехнопарка, что из себя представляет экотехнопарк, брошюра Skyway и так далее, и так далее. Вплоть до договора аренды земли в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, да, нами арендуется участок 36 гектар почти, на котором сейчас идет строительство экотехнопарка, в принципе, это то, куда мы сегодня привлекаем денежные средства с целью инвестирования этого строительства, финансирования строительства, извините за, может быть, не совсем корректное слово. Итак, это профиль, вот, главную страницу мы с вами разобрали, профиль, внизу, кстати, есть значок доллара, да, то есть вы можете просто подвести мышку и видеть сегодня соотношение доллара к рублю, это как бы курс, да, сегодня внутри кабинета, потому что у нас, в принципе, пакеты, они доллара, и дальше идет оплата, ну, для Российской Федерации, понимаете, рублями, у нас 9 платежных систем, мы с вами все это увидим. Далее, у нас есть такие разделы важные, как инструменты партнера, сразу, наверное, заглянем сюда, почему, потому что к нам приходят такие люди, не только для того, чтобы, скажем так, стать инвесторами и в далеком, недалеком, да, там, 2-3 года подождать для того, чтобы получать доход от тех пакетов акций, которые они приобретают, но приходят и те, кто хотят зарабатывать деньги сейчас, используя возможности партнерской программы, которая у нас есть сегодня, и которая, в принципе, достаточно проста. Так вот, для того, чтобы стать и получить эту возможность, необходимо сразу зайти в раздел инструменты партнера, вот, и когда вы первый раз сюда будете входить, нажмете инструменты партнера, да, выберите любой из пунктов, план вознаграждения, реферальные ссылки, баннеры, у вас просто появится баннер, на котором будет написано, что для того, чтобы данный раздел был доступен вам, да, вам необходимо подписать агентский договор, вот, и будет предложено ознакомиться с договором, то есть вы нажимаете «Ознакомиться с договором», если согласны с ним, внизу будет, скажем так, поле, где нужно поставить галочку, что вы согласны, и кнопку «Подписать». Если вы это сделаете, да, и подписываете договор, то, скажем так, сразу себе получаете квалификацию партнер по маркетинг-плану нашей компании, да, и с этого момента вам доступны все инструменты для ведения бизнеса, вместе с нашей компанией, которые расположены в личном кабинете. Первый из них – это план вознаграждения, то есть если мы его нажмем, здесь расписаны все квалификации маркетинг-плана, здесь расписаны, скажем так, условия, которые необходимо выполнить, чтобы до этой квалификации дойти, и в конце, внизу каждой странички квалификации, вот мы сейчас с вами рассматриваем партнер, есть интерактивные ссылки, скачать описание маркетинга, либо презентацию, либо и то, и другое, вы можете скачать на свой компьютер и работать с этим инструментом, доносить информацию до своего окружения. По каждой квалификации у нас прописаны условия, что необходимо сделать, какие проценты вам начисляются, и в конце каждой этой квалификации внизу стоит, опять же, ссылочка на скачивание маркетинга и описание текста маркетинг-плана. Далее у нас есть раздел реферальной ссылки, и в принципе без этого вы не сможете зарабатывать деньги, то есть подписали партнерское соглашение, и у вас появился доступ на данный момент двум лендингам инвестора-партнера, главный сайт и, скажем так, страницу регистрации, форму регистрации в личном кабинете. Для людей, которые, скажем, уже информацию от вас получали, готовы регистрироваться, вы просто копируете в буфер ссылку на форму регистрации в личном кабинете, нажали на «Скопировать буфер», у вас появляется надпись «Ссылка скопирована буфер обмена». И вы эту ссылку вставляете в какой-либо, скажем так, мессенджер, который может быть, то есть отправляете сообщение своему потенциальному партнеру, это может быть электронная почта, это может быть соцсеть, неважно где, вы, скопировав эту ссылку в буфер, можете ее вставить в то сообщение, которое отправляете потенциальным клиентам. Вы можете ее разместить у себя в статусе в «Скайпе», с каким-то там призывом и так далее. Это раздел реферальных ссылок. Далее, баннеры для людей, которые имеют свои интернет-страницы, которые совершенно спокойно себя чувствуют в таком виде бизнеса, как инфобизнес или интернет-бизнес, у нас есть возможность размещать баннеры. Их всего здесь более 60 штук. Вот здесь выберите баннер, выбираете тот баннер, который вам наиболее подходит, в зависимости от места на вашей интернет-страничке и размера этого баннера, то есть что вы хотите разместить, чтобы оно хорошо встраивалось в вашу интернет-страницу. Вот, пожалуйста. Они бывают вытянутые, квадратные, вытянутые вверх, вытянутые по горизонтали. То есть вы сами определяете вид баннера, который вы хотите выбрать, и дальше вы определяете, куда будет переходить человек после нажатия на данный баннер, на вашей интернет-странице. Если официальный сайт, мы кликаем по официальному сайту, и у нас сформируется вот этот HTML-код, который мы вставляем на свою интернет-страницу. Если лендинг-партнеров, значит мы кликаем на лендинг-партнеров и копируем данный HTML-код. Соответственно, при нажатии на этот баннер на вашей интернет-странице, люди будут переходить на лендинг-партнеров, где они могут ознакомиться с информацией, там нажать кнопку регистрация, к данному баннеру прикрепляется ваша реферальная ссылка. Это раздел инструменты-партнера. Раз уж мы про инструменты заговорили, у нас еще есть один замечательный инструмент, называемый новости. В разделе события вверху личного кабинета, вот здесь вот я нажал эти новости, у нас высвечиваются все новости, самые свежие, которые есть от компании Skyway Capital. Если вам какая-либо из них понравилась, вы можете разместить эту новость в одной из пяти, вы здесь видите, социальных сетей, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники и Мой Мир. Если вы зарегистрированы в какой-нибудь из этой соцсети, вы просто кликаете на эту кнопочку, у вас высвечивается окошко, в которое нужно вписать комментарий, и после того, как комментарии вписали, о чем эта новость, вы нажимаете «Отправить», и данное сообщение появляется на вашей странице, соответственно, с ним могут ознакомиться люди, которые находятся у вас в друзьях в этой соцсети, и в группах, в которых вы на этой соцсети состоите. Соответственно, есть вероятность, что кто-то перейдет, ознакомится с информацией, потом перейдет оттуда же на наши интернет-ресурсы, и там есть кнопочка «Зарегистрироваться», он может стать вашим реферальным партнером, потому что к новости из личного кабинета партнера Skyway Capital также прикреплена реферальная ссылка. Далее, в разделе «События» у нас есть расписание вебинаров, то есть нажимая на это, выбирая этот пункт, вы можете видеть все вебинары, которые у нас проходят каждый день. Вот сегодня их было там, по-моему, 6 или 7, да? Вы кликайте, вы можете наперед посмотреть, какого числа вы можете посетить вебинар, посмотреть, например, вот Александр Мунко «Семейные встречи». Кликнули, ведущий, время во сколько это будет, да, и ссылочка. Здесь, кстати, есть еще и записи вебинаров, которые уже прошли. То есть это сделали буквально недавно. Если вы на него не попали, но хотели очень сильно посмотреть, и человек, который проводил вебинар, сделал запись, то здесь будет запись, видите, ссылочка на YouTube. На те вебинары, которые у нас должны проходить в будущем, например, да, то есть здесь вот июнь месяц, например, 1 июля, партнерская программа, нажимаем, и у нас идет ссылка для гостевого входа, вы можете ее скопировать, когда решите попасть на этот вебинар, и посетить данный вебинар. Это раздел «События». Расписание вебинаров. Ну, два пункта поездка на Кипр уже неактуальны, и возмещение по экофестивалю. В принципе, большинство людей, кто посещал наш экофестиваль 23-24 числа, выложили сюда свои расходы, и им зачислены, скажем так, как говорило руководство нашей компании, денежные средства, потраченные на дорогу и на проживание в городе Минске, на акционный счет, с которого они смогли себе оформить сертификат. Точнее, на премиальный счет, с которого могли оформить себе сертификат. Акционный, опять же, извините. Далее. Какие важные у нас разделы есть еще в личном кабинете? То есть с инструментами мы разобрались. Статистику мы, наверное, чуть позже с вами рассмотрим, да? У нас есть раздел банкинга, 6 пунктов. То есть, помните, я говорил, есть раздел транзакций. Когда вы только зарегистрировались, он пустой. Но если вы делали уже какие-то движения в своем личном кабинете, то есть покупали себе какие-то сертификаты, зарабатывали деньги по партнерской программе, то все эти операции отражаются в разделе транзакций. Вот вы можете видеть дату, время, за что были деньги начислены, либо, скажем так, списаны с вашего кабинета. И здесь 10 последних событий на странице отражаются. Если вы активно развиваете бизнес, у вас начисления идут часто, соответственно, здесь будут идти, вы видите цифры страниц. То есть их тут может быть и 10, и 100. Все зависит от вашей активности. Приобретение пакетов акций, выведение денежных средств с бонусного счета, заработанных денег и так далее, все отражается в разделе транзакций. Далее. Важный момент, на который, в принципе, я обращаю внимание, ну, наверное, моя рекомендация такая. Вы можете, прежде чем купить пакет акций, просто пополнить свой основной счет. А потом с него, нажатием буквально двух кнопок, приобрести себе любую из пакетов акций. Делается это очень просто. Вы нажимаете «Пополнение счета», да, вводите сюда сумму. Давайте напишем, ну, сколько, 130 долларов, да. Нажмем «Пополнить», у нас формируется сразу счет, видите, номер 151 100 на 130 долларов. И предлагается нам выбрать платежную систему, благодаря которой мы можем пополнить свой основной счет в личном кабинете. Это «Октей», «Перфект Мани», «Яндекс.Деньги», «Виза». Два вида, весь мир и для России и стран СНГ. «Эдванс Кэш», «Кивик», «Кошелек», «Веб Мани», «Система Револют». Ну, к сожалению, для жителей Беларуси и России эта система не работает. Это приложение, которое можно установить на мобильное устройство, использовать его, да, и переводить, например, денежные средства со своих карт Виза, там, Мастеркард, вот, благодаря системе Револют. И есть денежный перевод по системе SWIFT, банковский перевод, который идет, соответственно, там, от 3 до 7 дней. Да, комиссии здесь прописаны, сколько берется за перевод денежных средств и так далее. Я сейчас не буду выбирать никакую платежную систему, потому что здесь следующее действие какое? Какую бы вы систему не выбрали, вам будет предложена краткая инструкция, что вам нужно предпринять для того, чтобы, скажем так, пополнить основной счет своего личного кабинета. Я отменяю сейчас, здесь, точнее, убираю цифру, что пополняю. Но вы помните, да, мне был сформирован счет на 130 долларов, и в разделе банкинга у нас есть такой раздел «Выставленные счета». Кстати, иногда люди приходят у нас, нажимают, скажем так, «Пополнить счет» либо «Купить пакет», но потом, скажем ли, обнаруживают, что у них может быть денежных средств там меньше, чем положено на той платежной системе. Счет здесь сохраняется. В разделе «Выставленные счета», вот я сейчас на него нажал, если вы не оплатили счет, да, выбрали там, он был сформирован и так далее, он сохраняется в разделе «Выставленные счета», видите? И потом вы можете зайти еще раз, зайти сразу в «Выставленные счета», когда убедились, что у вас денежных средств хватает на счету той платежной системы, благодаря которой вы хотите деньги завести. Вот, вы здесь можете нажать «Оплатить», да, и у вас снова высветится список тех платежных систем, которые вам предлагались. Я же сейчас нажму «Отменить». Вот, нажав «Отменить», появляется баннер, который спрашивает, вы действительно хотите отменить данные действия? Я говорю, да, и сейчас данный счет после прогрузки сайта просто пропадет. Те счета, которые вы оплатили, в разделе «Выставленные счета» находятся в «Подтвержденных». Вот, если вы покупали пакеты акций, если все было прошло нормально, все было оформлено, пожалуйста, в разделе «Подтвержденные» вы найдете счета, которые были вами оплачены. Что у нас еще есть в разделе «Банкинга»? У нас есть возможность перевести денежные средства, да, то есть для чего это было реализовано? Ну, так как мы имеем дело с миром интернета, с компьютерами и с платежными системами, да, у нас большое количество людей, инвесторов в разных странах мира, кстати, которые, ну, не обладают всеми, скажем так, способностями работы на компьютере. Кто-то не обладает ими вообще. Но человеку вы рассказали даже, показали какие-то видеоролики, он побывал на презентации, он загорелся, говорит, все, я хочу, я ничего не умею, вот у меня деньги в руке, да, и я хочу стать инвестором, я хочу купить себе пакет акций, помоги. Вы регистрируете этого человека, деньги наличными вы можете взять себе, если у вас на основном и на бонусном счете достаточно денег для оформления ему того пакета, который он выбрал, да, вы берете, вписываете сумму необходимую с основного счета и с бонусного, либо, может быть, у вас хватает, скажем так, на бонусном, да, денежных средств, вы вписываете сумму с одного счета, вводите электронный адрес получателя, который является логином, система проверяет его и пишет, да, такой человек есть, здесь будет написано фамилия, имя, отчество. И появится кнопка «Перевести». Вы нажимаете «Перевести», у вас появляется окошко, в которое нужно ввести код, который вам сообщает либо служба технической поддержки, либо он приходит вам на электронный почтовый адрес, либо на телефон. Вы его вводите, нажимаете «Подтвердить», и система прогружается, деньги у вас с счета списываются, а человеку на основной его счет в личном кабинете приходит. Ну, как я говорил, он вам уже свои наличные деньги, например, отдал. И дальше вы просто занимаетесь тем, что оформляете пакет этому человеку. Далее, в разделе банкинга у нас есть возможность запросить деньги на вывод, но прежде чем запросить деньги на вывод, если вы заработали уже более 30 долларов на своем бонусном счету, имеете, вам нужно зайти в раздел «Настройки» в банкинге и вписать из тех реквизитов, точнее из тех платежных систем, которые у нас на сегодняшний день предлагаются к выводу денежных средств. А здесь вы видите Visa MasterCard, вы можете вписать свою карточку, номер карты ими владельца, срок действия, и долларовая она, либо рублевая выбрать. Далее, Яндекс.Деньги у нас есть возможность, Kiwi, WebMoney, OkPay и кошелек Advanced Cash долларовый, либо рублевый. Это те платежные системы, на которые вы можете выводить денежные средства. Когда вы вписываете номер, нажимаете ОК, точнее вписываете все данные кошелька, у вас здесь появляется список тех кошельков, на которые вы можете деньги выводить. У меня вы видите Яндекс.Мани и Kiwi кошелек здесь указан. Далее, если вы заработали эти денежные средства и ввели платежные системы в разделе «Настройки», вы можете зайти в запрос на вывод, выбрать здесь на тот счет, на который вы хотите, если вы все вписали, соответственно, у вас будет здесь выбор из тех платежных систем и кошельков, которые вы вписали в разделе «Настройки». Вы выбираете то, куда вы хотите вывести, например, вот Яндекс.Мани. Вы вписываете сюда сумму, которую вы хотите вывести, да. Вписать можно только целые числа. То есть то, что после запятой, у нас вписать нельзя. И нажимаете «Вывести» и у вас денежные средства через короткий промежуток времени специалистам нашего финансового отдела выводятся. Так, банкинг разобрали, осталась инвестиция и статистика. Итак, раздел «Инвестиции». Ну, первый давайте рассмотрим раздел «Мои сертификаты». Если человек только зарегистрировался, он пустой. А если вы оформляли какие-либо сертификаты, покупали пакет акций, соответственно, у вас информация по этим действиям здесь будет написана. Номер сертификата, дата его оформления, количество акций, которые были вами приобретены. До момента передачи данных у вас в реестр корневой компании, основного реестра держателя, вы можете тоже, когда у вас оформят сертификат, вот сейчас, например, у меня есть сертификат, который оформлен на 19 тысяч акций. Посмотрите. Я нажимаю, у меня вот написан сертификат на мою фамилию, имя, количество акций, диапазон числовой акции, с какой по какой. Это сертификат компании Skyway Capital. Если вы только оформили сертификат, у вас точно так же, как у меня, здесь появляется красная надпись «Подписать договор». Для того, чтобы подписать договор, необходимо нажать на этот договор, вы можете с ним ознакомиться. Дальше внизу текст этого договора будет пункт, который потребует от вас подгрузить два документа. В принципе, достаточно, например, две страницы одного документа, паспорта для жителей стран, в которых есть институт прописки либо регистрации, вы закачиваете страницу с вашей фотографии, паспорта, и там, где прописка. Там, где нет института регистрации, вам необходимо будет подгрузить какой-либо платежный документ об оплате, там, я не знаю, ЖКХ, интернета, телефона, по тому адресу, который вы указали при оформлении сертификата. Когда у нас оформляется сертификат, после того, как вы его выбрали, оплатили, вам необходимо будет запомнить, пройти четыре шага, это оформление анкеты. Поэтому сразу хочу вам сказать, если вы ни разу не оформляли еще сертификатов, привязывайтесь реально к тому адресу, где вы проживаете, и где вы можете подтвердить, что вы там находитесь, что вы, скажем так, проживаете в том месте, и можете документально показать, если там нет прописки, например, что вы там живете, чтобы договор был подписан. Если у вас был первый куплен сертификат, вот, например, он здесь один, вы подписали договор, то в конце каждого месяца данные о наших инвесторах передаются в реестр основного реестра держателя, и когда эти данные будут переданы, во-первых, договор должен быть подписан, я еще раз говорю, у вас появится вот такая надпись «Выписка из реестра». Если вы по ней кликните, то у вас пойдет закачка на компьютер выписки из реестра основного реестра держателя о тех пакетах акций, которые вы приобрели. То есть это идет уже, скажем так, выписка сертификата «Евразин Рейс Скайвэй Систем Холдинг», то есть компания, с которой сотрудничает компания «Скайвэй Кэпитал». Далее, вот те сертификаты, которые я оформлял раньше, то есть я сейчас нажму «посмотреть», он будет, видите, в надпись «аннулирован». Почему? Потому что у компании «Скайвэй Кэпитал» обязательство дляться до того времени, пока не передается информация о вас в реестр основного реестра держателя. Как только данные туда передаются, соответственно, данный сертификат аннулируется, но у вас появляется возможность оплатить 10 долларов за доставку бумажного сертификата уже непосредственно из реестра нашего холдинга, и появляется, как я вам говорил, кнопка «Выписка из реестра». Сейчас я, наверное, не буду подписывать договор, хотя, в принципе, просто это займет время, чтобы погружать мне документы и так далее. Это раздел «Мои сертификаты». Далее, раздел «Инвестировать». Вот он более широкий, потому что он себя включает информацию и по пакетам акций в рассрочку, которую вы можете заказать, и по пакетам акций, которые вы можете приобрести сразу. Заходим в раздел «Инвестировать», и у нас сначала идут просто два баннера, больших, которые дают информацию о том, что у нас есть возможность приобретения пакетов акций в рассрочку, номинования пакетов «Старт Сеньор Стабильный Бизнес». Это ежемесячная инвестиция от 25 долларов до 200 долларов. На протяжении, например, пакет «Старт» 10 месяцев вы можете оплачивать по 25 долларов, на выходе у вас будет 26 250 акций нашей компании. А если вы сделаете двойной платеж в течение, скажем так, этой рассрочки, то вам еще дополнительно будет начислено 9000 акций. То есть, суммарно это будет 32 250. И, соответственно, также по каждому пакету. Вы можете сделать двойной платеж на пакете «Сеньор», вам добавят 21 000 акций. На пакете «Стабильный» это 10 месяцев по 100 долларов ежемесячно, если вы готовы оплачивать. К 175 000 акций вам еще может быть добавлено 60 000. Кстати, сделаю еще раз акцент. На выходе в 2017 году предполагаемая цена отдельно взятой акций 1 доллар США. Вот такая выгода на сегодняшний день у наших потенциальных партнеров. То есть, хороший уровень доходности на данных пакетах. 405 000 акций. И дополнительно, если вы сделаете двойной платеж, то есть 400 долларов заплатите в течение, скажем так, суток, в каком-то из этих месяцев, 9, вы получите 144 000 акций дополнительно. Дальше у нас есть пакеты в рассрочку. Скажем так, на более значительные вложения ежемесячно, на 10 месяцев, 500 долларов, 1000 долларов, 2500 и 5000 долларов. И дальше у нас идут пакеты, которые мы называем разовая оплата. То есть, не в рассрочку. Пакет инотранс. Чем он интересен? В принципе, вот здесь есть подробности. Нажимая на подробности, мы с вами читаем, что в течение 4 месяцев, точнее, вы можете сделать покупку пакета инотранс. Кстати, покупка пакета инотранс влечет за собой следующее. То есть, компания вам может оплатить билет на вход на выставку, которая будет проходить на форум транспортный в Берлине с 20 по 23 сентября этого года, где будет представлена наша компания. То есть, если вы покупаете пакеты инотранс, то есть, вам, если вы все укажете, как есть, достоверную вашу почту, с вами свяжут специалисты нашей компании, и вы можете попасть на эту выставку, если посчитаете нужным. Покупаете пакет, пишите, что вы его приобрели, на вас выходят, и потом вам будет выставлена, скажем так, информация по вашему билету. Если вы оплатили один раз 1000 долларов, вам будет начислено 235 тысяч акций. Если вы еще в течение месяца после этой оплаты купите один пакет за 1000 долларов, вам начислят уже 270 тысяч акций. Если третья покупка будет сделана, значит, 290 и четвертая покупка 300 тысяч акций. Вот таким вот образом. То есть, дисконт увеличивается, да, на протяжении, скажем так, вот этих четырех покупок. Кстати, вы можете сделать 4 покупки в этом пакете с интервалом несколько минут, каждая друг от друга, да. Соответственно, у вас будет просчитано все с этим дисконтом, и вы получите более миллиона акций за 4000 рублей. Далее у нас есть крупные пакеты стоимостью 5000 долларов, 10000 долларов, 25000 долларов и 50000 долларов. Помимо того, что вы приобретаете данные пакеты, у вас появляется возможность осенью, у нас будет крупное мероприятие в Республике Беларусь, посадить именное дерево. Тут, видите, начиная с пакета 10 тысяч долларов, эксклюзивное дерево, то есть редкой породы, на территории Экотехнопарка. Далее мы спускаемся с вами вниз в разделе инвестиций. Вот те пакеты, о которых я вам рассказывал сейчас, разового платежа, вот они на синем и на желтом фоне. Их можно назвать акционами. У нас есть стандартный прайс-лист, вот он, да, начинает стоимость приобретения пакета факций от 15 долларов с уровнем доходности 36 раз, с дисконтом. То есть, если вы покупаете этот пакет, то у вас, скажем так, в этом пакете 540 акций нашей компании. Как правило, зачастую пакеты с этого прайс-листа люди покупают с акционного счета. То есть акционный счет позволяет приобрести пакеты акций только из этого прайс-листа. То есть вы не сможете на деньги с акционного счета приобрести себе пакеты в рассрочку, например, и пакеты акционные, вот эти вот разовые пакеты, инотранс и так далее. Только эти пакеты в рассрочку инотранс, и вот эти крупные пакеты вы можете купить только с бонусного либо основного счета. Далее, чтобы купить себе какой-либо из пакетов, действия достаточно простые. Ну, просто на том выбранном пакете, на котором вы хотите остановиться, напротив, справа в последнем столбике, напротив нолика нажимаете плюсик, спускаетесь вниз прайс-листа, у вас пишется, что вы получаете 20 тысяч акций, стоимость пакета 200 долларов. Далее вы выбираете счета. Если у вас есть на основном счете, вот как я вам показывал, заведенная сумма денежных средств, например, 200 долларов вы туда завели, вы просто пишете с основного 200 долларов сюда. И внизу у вас здесь просто появится кнопочка «Оформить». Соответственно, нажатием кнопки «Оформить» у вас с основного счета списываются денежные средства и пишется, что ваш сертификат в разделе «Мои сертификаты» находится на проверке, потом на оформлении, потом он будет оформлен. Если у вас денежных средств нет, и вы не выбирали тот путь, о котором я говорил, сначала пополнить основной счет, например, либо, допустим, вы выбрали пакет стоимостью… Давайте сейчас просто сделаем. Уберем эту единицу и вот 30 долларов. У нас есть пакет с уровнем доходности 40-1200. Нажимаем на единичку. Соответственно, мы можем вот сюда вот сейчас вписать с бонусного счета тридцатку, и у меня появится кнопка «Оформить», и этот пакет будет оформлен. Я сейчас делать этого не буду. Если у вас на акционном счете, например, будет 1000 долларов, да, вот вы строите партнерскую структуру, соответственно, вы можете здесь кликнуть напротив пакета 1000 долларов стоимости. Вот он. И с акционного счета оплатить этот пакет у вас на выходе будет 180 тысяч акций. Вот таким вот образом. Почему выгодны пакеты, которые вот называются «Инотранс»? Вы видите, да, приобретение пакета просто из стандартного прайс-листа с улитом за 1000 долларов получения 180 тысяч акций. Здесь первая оплата 1000 долларов сразу 235. Поэтому выгоднее выбрать именно вот здесь. Обращаю ваше внимание именно на это. Вот. Вот таким вот образом. И акционные пакеты, которые вы здесь видите, да, за 5000 долларов, 280 дискон, в принципе совпадают с тем, что мы видим дальше. 10 тысяч долларов 325 и так далее. Но пакеты «Инотранс» он очень выгоден по сравнению с тем пакетом, который находится в разделе стандартного прайс-листа. Итак, друзья, в принципе сложного ничего нет для того, чтобы себе приобрести. Если у вас на основном счете либо на бонусном денежных средств нет, например, нули, либо просто не хватает, вы можете вписать то количество денежных средств, которые у вас есть на счете, если хотите их потратить на приобретение пакета, да. И дальше выбираете любую платежную систему, с которой вы хотите оплатить. Вот выбрали Киви, например. Если мы сейчас с вами спустимся вниз, появится кнопочка «Оформить». Вы нажимаете «Оформить» и дальше у вас появляется после этого инструкция, какие действия нужно сделать, да, для того, чтобы приобрести себе пакет акций. То есть нажмите там «Сделайте это», напишите вот это. Все это будет прописано по каждой платежной системе своя инструкция. Неважно, перфект монеты, там, OPEI, SWIFT и так далее. При переводе SWIFT-ом вам будет, скажем так, оформлен invoice, с которым вы можете пойти в банк и оплатить этот перевод. Многие люди поступают так, что используют SWIFT, информируются invoice, там данные, которые в invoice пишутся, они заходят в свой интернет-банкинг. В европейских странах некоторые партнеры так делают, да, вводят данные invoice и переводят денежные средства к нам на счета компании. Итак, друзья, это инвестировать, как можно инвестировать в наш проект при помощи раздела инвестиций, да, инвестировать. У нас есть раздел рассрочки, вы сразу можете зайти в рассрочки, либо здесь, кликнув на баннеры пакетов рассрочки, вас переведут на страницу, где вы можете выбрать все рассрочки. Сразу покажу отличие, помните, я вам говорю, что чтобы показать, чтобы купить рассрочку, вы можете использовать только основной бонусный счет, либо денежные счета, опять же, тех же девяти платежных систем. То есть здесь акционный счет просто отсутствует. Соответственно, денежные средства с акционного счета, как я говорил, вы можете использовать только для приобретения разовых пакетов из стандартного прайс-листа. Далее. Напротив каждого пакета, который вы приобретаете в рассрочку, тоже есть кнопочка подробности. Я вам рекомендую, прежде чем купить что-то, эту кнопку нажать и внимательно ознакомиться с условиями, да. То есть что вы покупаете, как вам нужно оплачивать это дело и так далее. И вот про те же акции, которые я вам говорил, 9 тысяч акций дополнительно, если вы сделаете единовременный платеж за два месяца в размере не менее 50 долларов. Либо пригласите трех новых инвесторов. Что это значит? Вы взяли в течение одного месяца, начали давать информацию людям, и у вас три человека зарегистрировались в вашем первом поколении и купили пакеты стоимостью не менее 25 долларов каждый. Если они это сделали, вам точно так же будет начислено 9 тысяч акций. Ну вот на пакете, который стоит 25 долларов ежемесячно оплаты. На пакете сеньор стабильный бизнес, свои условия. То есть начисление подарочного пакета акций, но суть остается той же. Либо у вас двойной платеж, либо приглашение трех партнеров, которые приобретут пакеты акций на сумму не менее 25 долларов. Также подробности написано напротив пакетов в рассрочку, которые видите здесь. То есть вы выбираете и в принципе тем же способом оплачиваете. Выбираете либо платежные системы, либо с основного, либо бонусного счета просто-напросто осуществляете оплату выбранных вами пакетов. То есть вы выбираете его. Внизу появляется информация, что вы выбрали пакет в таком-то количестве акций, общая стоимость такая, это на 10 месяцев и прочее. И вписываете опять же с основного, либо с бонусного счета, либо с той платежной системы, с которой готовы оплачивать, ставите точку и осуществляете оплату первого платежа по рассрочке. У меня в личном кабинете рассрочек оформленных нет. Соответственно, у нас еще есть раздел, называемый в разделе инвестировать мои рассрочки. Если вы приобрели пакет акций в рассрочку, соответственно, здесь у вас будет отражена табличка. Такая. То есть на 10 месяцев, соответственно, скажем так, с датами каждого последующего платежа. А с правой стороны в этой табличке будет, скажем так, целый ряд предложений. То есть вы можете настроить оплату рассрочки в автоматическом режиме. То есть указать, например, бонусный счет. Если вы знаете, что вы взяли, например, рассрочку на 50 долларов на 6 месяцев, пакет сеньор, ежемесячно вы зарабатываете на бонусный счет гораздо больше деньги, потому что строите структуру активно. Вы можете галочку поставить напротив бонусного счета и каждый месяц в положенную дату с этого бонусного счета будет автоматически списываться сумма 50 долларов на оплату рассрочки. Вы можете быстрее оплатить рассрочку. То есть у вас будет график, и вы можете выбрать количество месяцев, за которое вы готовы оплатить. Выбирайте за 3 месяца, например, раз, и 150 долларов, если у вас есть, опять же, на счетах основном бонусном бесплатежной системе, взяли и оплатили. Мало того, двойной платеж, он также делается. Если вы оплатили первый раз, только оформили рассрочку, вам в течение 24 часов нужно купить следующий, оплатить следующий пакет по рассрочке. Тогда вам будет зачтена вот эта акция, да, и будут начислены подарочные акции. Все это отражается здесь в разделе моей рассрочки, то есть и досрочный платеж, и еще важный момент. Если вы заказали себе рассрочку, например, на 10 месяцев, оплатили первый месяц, второй, в третий месяц у вас случилась такая ситуация, что денег нет. Вы можете сделать отложенный платеж, то есть указываете, что отложить, и у вас дата платежа поменяется на следующий месяц, он будет активирован, но вам нужно будет нести двойную сумму этой рассрочки. 100 долларов, например, да, если было 50 долларов ежемесячно, соответственно, в следующем месяце 100 долларов. Если вы этого не сделаете, то рассрочка будет аннулирована, вот, через короткий промежуток времени после даты, скажем так, оформления платежа, деньги уйдут на акционный счет, и вы сможете с акционного счета купить только пакеты не акционные, которые, скажем так, дисконт, ну, обычный дисконт, не тот, который идет по рассрочке, а простой. Итак, последний раздел статистика. Статистику можно попасть здесь слева, нажав на слово статистика, либо на главной странице, у нас есть слева, вот здесь левый вращающийся баннер, он называется маркетинг. На этой странице отражается следующая информация, то есть, ну, актуализация структуры, желательно вручную, если вы редко заходите, то актуализируйте ее на момент входа. Нажимаете, вот видите, здесь вращается стрелочка, опускаетесь вниз, здесь есть информация по всем людям, зарегистрированным в вашей структуре, это очень важно, да, то есть партнеры вашего первого поколения все отражены здесь, вот, написана тоже круговая диаграмма, кто в какой квалификации у вас находится в первом поколении, и по каждому партнеру есть информация, например, вот вы кликаете на буковку «И», вам высвечивается электронный адрес телефон, если человек указал в своем личном кабинете здесь и скайп, то будет виден скайп. Если напротив человека, вы можете видеть еще какую информацию, если он что-то покупал, здесь будет показана сумма инвестиций этого человека в наш проект, да, то есть то количество денег, которое он заплатил во время участия в нашем проекте. Далее, если напротив человека есть надпись там «один человек», «семь», «два» и так далее, вы просто можете кликнуть на этого человека, у вас высвечивается следующий уровень глубины, да, то есть два партнера у этого человека в первом поколении, это ваше второе поколение. Также есть информация по каждому из них. Видите, здесь дальше идет три человека. Нажимаем, высвечиваются эти три человека. То есть вы можете проследить информацию по каждому партнеру в любом вашем поколении, до которого, скажем так, ну, дошло развитие вашей структуры. Кстати, здесь в маркетинге вверху вот указана информация в самом начале, да, то есть какое количество уровней в глубину у вас есть, вот у меня три, например, какое количество участников в первом, втором, третьем поколении, сумма привлеченных денежных средств, суммарно количество людей, денег. Ну и здесь расписаны, скажем так, опять же, квалификации людей, зарегистрированных в первом поколении и суммы инвестиций, сделанные людьми в этих квалификациях в наш проект. То есть информацию по маркетингу вы все здесь можете видеть. И последнее вы видите, да, восемь движений денежных средств по вашему первому поколению. Когда у вас и что было зачисление и так далее, и так далее. Эта информация отражается в разделе маркетинга. То есть по большому счету, в принципе, ну, как мне кажется, достаточно простой интерфейс личного кабинета. Вот. Поэтому научиться им пользоваться достаточно просто. Единственное, может быть, на что хочу обратить внимание, ну, просто так, как говорится, там, не вводите цифры какие-нибудь, да, не нажимайте платежной системы, там, если у вас есть деньги на основном, либо на бонусном счете, и вы просто там решили что-то проверить и вдруг нажали оформить, то пакет оформится. Мы имеем дело с деньгами. А вот то, что не касается, например, разделов инвестиций, да, вы можете просто зайти их и посмотреть внимательно, сами ознакомиться. Это никаких за собой последствий не несет. Кстати, раздел маркетинга, вот помните, я говорю, да, чтобы зайти в раздел статистики, вот на главной странице нажимаете, подводите мышь, разворачивается баннер, нажимаете маркетинг и выходите на тот последний раздел, о котором я вам сейчас говорил. Вот такие вот дела. Я останавливаю трансляцию рабочего стола, возвращаюсь в кабинет. Ну и хотел бы увидеть, сейчас я смотрю, что здесь написано, какое-то количество вопросов, да. Смотрите, для того, чтобы фото установить в разделе личного кабинета, то нужно там, когда мы его закачиваем, да, нам пишут размеры файла, который мы можем закачать, и форматы, в которых мы можем, скажем так, фотографию загрузить. Смотрите, вот по поводу того, что мой партнер не может подписать договор, не срабатывает, потому что он с планшета что-то может закачать. Он может зайти с какого-нибудь компьютера, в свой личный кабинет, и через компьютер закачать. Ну, это, наверное, самый простой способ, как это сделать. Зайти не с планшета, а именно с компьютера, с ноутбука, да, и загрузить. Я сам иногда захожу с планшетом, но вы знаете, да, не все функции реализованы на планшете, бывает, вот, и в Мирополисе, кстати, вот в этой комнате иногда у людей возникают проблемы, вот, с работой мобильных устройств, не все у них может демонстрироваться, и так далее. Там у кого-то флеш-плеер не работает, да, он не видит ролики, которые транслируются в комнате, и так далее. Проблема снята, фото было формата, да, в формате PNG, видите, JPEG, JPEG. Так, насчет расписания оффлайн-вебинаров, давайте я вам покажу, где это все будет находиться. Юрий задал нормальный вопрос. Так, начать трансляцию. Идет демонстрация рабочего стола. Давайте зайдем на главную страницу сайта компании Skyway Capital. Я надеюсь, то, что я сейчас делаю, все видно, да? Дайте мне знать, видно? Так, я вижу, что начали отвечать. Плюсики, да? Так вот. Да, я закрою. Хорошо. Главная страница сайта компании Skyway Capital. Да, тут есть предложение, там зарегистрироваться, получить 100 акций. Кстати, вот обращение службы технической поддержки. Нажали справа на панельку и у вас высвечивается возможность обращения службы технической поддержки. Так вот, чтобы посмотреть оффлайн-мероприятие, у нас есть разделы компании, разделы региональный лидер. Нажимаем на региональных лидеров и на этой странице расписание ближайших оффлайн-презентаций, ссылка. Нажимаем на эту ссылку и у нас появляется таблица, в которой отражена информация. У нас пока еще идет месяц июнь, соответственно, здесь вот все идет по месяцу июня. Вот вы можете выбрать тот город, который вас интересует и здесь даты проведения на этой странице и телефоны организаторов. Вот так вы можете найти информацию о живых, как мы говорим, презентациях, либо просто о презентациях в городах и странах. Кстати, да, в ближайшее время эта информация обновится. Мы, кстати, еще делаем следующее действие, Юрий, раз уж вы спросили. Есть сайт юницкий.ком. Знакомы ли вы с этим сайтом? Это сайт инженера Юницкого. Давайте я вам сейчас тоже ссылку сюда сброшу. Я вам сейчас даже спрошу ссылку на расписание на эту неделю, которая размещается. На сайте юницкий.ком размещается информация об онлайн и офлайн мероприятиях одновременно. Причем на сайте Юницкого отображается информация с уточненными данными. То есть те люди, те лидеры регионов, которые нам, как мы говорим, подсуетились и на предстоящей неделе, на предыдущей неделе, например, завтра, еще послезавтра они будут присылать информацию. Место проведения, время проведения, точный адрес. Мы эту информацию размещаем на сайте Анатолия Дорожьев-Юницкого. То есть на следующей неделе, например, у нас там уже порядка 12 мероприятий офлайн прописаны. То есть, возможно, это расширится список. И все это будет отражено вот на этой странице. Только там будет уже расписание на следующую, то есть с 4 по 10 число. Заходя на сайт Юницкого, даже по этой ссылке полностью www.unitsky.com справа там есть последняя новость и там будет написано расписание с 4 по 10 число. Вы нажмете, и там будет показан и город, и страна, и ведущий, единственное, без телефона. И адрес, куда можно привезти людей, куда можно прийти самому, чтобы в этом городе послушать презентацию. Вот это мы сейчас делаем на сайте Юницкого. Ну, руководство приняло такое решение, поэтому вот таким вот образом. Какие еще вопросы, коллеги, сейчас мы посмотрим. Так. Ну, в принципе, других вопросов я больше не увидел. Ну, запись данного вебинара ведется, ее можно будет прослушать либо дать посмотреть кому-то из своих партнеров. Если есть люди, которые у вас регистрируются, например, каждую неделю, приглашайте их на эти вебинары, чтобы они, скажем так, посмотрели, что это не страшно и по большому счету не отрывали вас от каких-либо дел, да, чтобы сами могли решать. так, по поводу регионального лидера, давайте сделаю следующее. То есть региональный лидер это человек, который активно строит партнерскую структуру. Делаю акцент именно на этом, потому что у нас поначалу многие считали, что быть региональным лидером это подписать договор, да, это дает право, скажем так, с этим договором бегать в администрацию различного уровня, городскую, районную, там, я не знаю, губернскую, да, какую-то, и пытаться начинать строить дороги самостоятельно. Нет. Региональный лидер человек, который развивает партнерскую структуру, берет на себя ответственность выполнять целый ряд пунктов, проводить презентации, организовывать мероприятия, да, сдавать отчеты о проделанной работе, ну, и в принципе, получать еще дополнительный доход. Так вот, для того, чтобы стать региональным лидером, да, опять необходимо проделать следующее действие. Все вы видели, я заходил в раздел региональных лидеров, я сейчас снова начну трансляцию рабочего стола, зайду на сайт компании Skyway Capital, смотрите, в разделе о компании региональные лидеры перед ссылкой, да, которая ведет на расписание оффлайм мероприятия, здесь написано региональная конференция Skyway Capital, запись на собеседование, видите, написана ссылка. Вот если мы на ссылку сейчас нажмем, у нас загрузится сайт и будет форма регистрационная, где вам нужно оставить фамилию, имя, телефон, Skype, электронный адрес, и человек, который у нас занимается работой с региональными лидерами, Ирина Волкова, с вами через какой-то промежуток времени свяжется, вот, ну, и наметит дальнейшие действия, которые нужно сделать, если вы хотите быть региональным лидером. Вот. В Воркуте, я не знаю, есть ли у нас сейчас или нет, но одно из ближайших мест к вам, наверное, это Киров, там работает человек. Вот. Поэтому у нас региональные лидеры могут быть в любом городе, дальше они потом отчитываются за свой регион, получают, скажем так, дополнительный процент за созданный товарооборот в своем регионе, где вы работаете. Вот таким вот образом. Какие еще есть вопросы, коллеги? Ну, если вопросов больше нет, да, если информация, которую я вам дал, достаточно понятна, то, наверное, осталось только поблагодарить, что вы были здесь, вот, Юрий, как бы я не сторонник, наверное, давать скайп, и не потому, что я от кого-то скрываюсь, потому что могут возникнуть какие-то кривотонки, да, вот я, в принципе, сторонник того, что если люди приходят на какие-то вебинары, они кем-то превышены, вот, чтобы они, например, регистрировались именно под того человека и так далее, там, и так далее, и так далее. Поэтому, скайп, ну, ничего не хочу сказать плохого, помните меня правильно, у меня скайп так долго грузится, то есть он переполнен огромным количеством инвесторов, скажем так, и так далее, поэтому работает достаточно медленно, вот. Ну, если вам надо будет со мной связаться по какому-то поводу, вы можете написать письмо на саппорт, да, там, может, у вас есть какие-то вопросы и так далее, адрес электронной почты вы можете найти на сайте, просто сделайте пометку, что для меня, и человек, кто у нас работает с почтой поддержки, мне это письмо переведет, если там какие-то вопросы есть, которые нужно решить, ну, я думаю, мы их решим. Хорошо? Ну, у меня отношение такое, то есть, ни реферальных ссылок я никому не рекомендую сбрасывать, даже если ты ведущий вебинаров, то нет никакого права, я считаю, да, давать свои реферальные ссылки, потому что люди приходят от других людей, да, нарушается принцип, скажем так, спонсирования, вот этого делать не стоит, это самое, скажем так, плохое, что может сделать человек, это разваливает бизнес этого человека, других людей, ну, и в итоге, скажем так, теряет от этого компанию, но это отдельная тема для разговора, да, итак, друзья, по личному кабинету, я думаю, мы разобрались, всем вам желаю хорошего вечера, сегодня еще будут вебинары, которые вы сможете найти в разделе расписания вебинаров в личном кабинете, да, завтра у нас будет 18 презентация, в 19 будет Владимир Маслов, и еще будет целая череда вебинаров на этой неделе, живые мероприятия, посмотрите еще раз, может быть, в вашем городе будут проходить презентации, поэтому у вас будет возможность их посетить, это все инструменты, да, инструменты вашей, создания вашего бизнеса, то есть, если вы будете эти вебинары использовать, если вы будете использовать онлайн мероприятия, оффлайн мероприятия, да, есть вероятность, что у вас будет строиться структура быстрее, динамичнее, чем вы сами будете кому-то что-то доказывать, убеждать, переубеждать и так далее. Я на этом с вами прощаюсь, желаю вам всем еще раз хорошего вечера, спасибо за просмотр,